Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуждалки-игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Вы смотрите самую веселую детскую программу «День пельмень»! И сегодня мы вместе празднуем «День попугая»! Ура! Ребят, вот скажите мне, чем отличается попугай от других птиц? Попугай говорящий, а другие птицы не говорят. Попугай очень яркий, он отличается от других птиц. А на что похож попугай? На радугу. Здорово, давай. Попугай очень пёстрый. Надо очень часто закрывать двери, потому что они очень хитрые, может улетать. Вот смотрите, какие слова чаще всего говорят попугаи? Попугаи часто говорят зло. Бред! Здорово. Кеша хороший. Они за всем повторяют, и даже если телефон у кого-то звонит, он повторяет за телефоном. Здорово. Представляете, в Австралии существует специальная школа, где попугаев учат говорить. Давайте мы с вами поиграем в игру. Мы все превращаемся в учителей попугаев. Вот Миша будет попугайчиком, которого мы будем учить говорить. Посмотрим, что из этого получится. Вика, начинай. Миша, скажи привет. Привет. Миша, смотри, это мяч. Скажи мяч. И-ы. Ну скажи мяч. И-ы. Мяч. И-ы. Я тебе конфетку дам. И-ы. А корм? И-ы. И когда ты согласишься? Хочешь, я тебя выпущу из клетки? И-ы. Скажи тогда мяч. Мяч. Миша, давай научимся махать крылышками. Кар. 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 Ну так это у нас уже не попугай, а ворона какая-то получается. Ребят, вот скажите мне, для чего вообще люди держат попугаев? Попугаев может рассказать на ночь сказку. Попугая держит в доме, если человек одинок. Когда он одинок, и мы не с кем поговорить, то он может поговорить с попугаем. Попугай для того держит дома, если человек сказал, а человек не понял, а попугай это все пересказывает. Говорят, как переводчик с человеческого на человеческий. Ага. Попугая можно помнить. Выключи чайник, выключи чайник. Попугаев держит еще. Вот, ты пошел на улицу, так торопился, что забыл рюкзак. И вот попугай берет рюкзак своими лапками и несет к своему хозяину. Миша, как бы ты назвал своего попугайчика? Тоже. Почему? Потому что это мое любимое имя. Ребята, а кто бы хотел у себя дома иметь попугая? Я. А не ужились бы с другими животными? Ну, с кошкой бы попугай не ужился, потому что кошка может прыгнуть на него и съесть его. Прыглать. А с родителями вы, вашими, попугай ужился? Нет. Почему? Потому что мама не любит, когда попугай как будильник. Например, вот так. Ды-ы-ы-ы-ы! Ды-ы-ы-ы-ы! Я бы сама не хотела себе такой будильник. Я думаю, нет, потому что если попугай будет видеть гнездо, вдруг он возьмет мамино плачье и посетит вместо чего-нибудь мягкого. И мама потом будет на него кричать. Дети любят повторять слова, а взрослые им говорят, ну чего ты попугайничаешь? Но сегодня в день попугая просто полагается попугайничать. Давайте попробуем. Привет, Вика! Привет, Вика! Хватит за мной повторять! Хватит за мной повторять! Ну перестань! Ну перестань! Ты повторюшка, дядя Хрюшка! Ты повторюшка, дядя Хрюшка! Смотрите наши программы завтра, ведь завтра будет новый день и новый праздник. Пока-пока! Высококвалифицированные врачи клиники Дентомед верны своей работе. И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику Дентомед!